Римская борьба Время спорта есть жизненные трудности, успокоение это борьба, когда полностью все проблемы я забываю и только работая вот этим и душевное успокоение мне дает борьба. Как все советские мальчики, когда в школе учились, естественно у нас в школе тоже приходил тренер и выбирал группу, но естественно не только мой класс, параллельный там еще два класса, все записались. Конечно, интересно было пойти посмотреть, что там, что это такое, классическая борьба. Из этих трех-четырех классов, которые там записались в греко-римскую борьбу, получилось, что из всех там осталось только я. Серьезно, когда уже повзрослел, седьмой-восьмой класс, уже заинтересовался. Мой первый тренер Виталий Алавидзе, я вспоминаю, ребенок был в третьем-четвертом классе, уже когда начал заниматься, всегда пример, что хорошо, что плохо, как надо тренироваться, как надо ходить, чтобы семечки нельзя кушать, потому что это вредно для здоровья. Чтобы даже запрещал, жвачку тоже не надо жевать, когда тренируешься, это нехорошие мальчики могут вот так во время тренировки жвачку жевать, чтобы слушать старшим, чтобы уважать, чтобы еще тот период был такой, советские времена, и правда воспитание, это было на первом очереди, вот вы сидите в троллейбус, старший, надо вставать, там это, то есть помимо спорта, еще другие, там это духовные, материальные, как бы там вот эти вещи, которые воспитывали, и это очень сильно помогало. Это уже конкретно подкатулка в следующем году, ребята в чемпионат Европы, которые будут в Тагистане, в Каспийске. Поконий Джимал Николаевич, конечно, который фундамент уже, вот первые шаги в серьезном спорте, в серьезном борьбе, когда я уже начал выигрывать всесоюзные соревнования, турниры, сборная команды СССР, молодежные чемпионаты Европы, молодежный чемпионат мира. То есть по юношам, по юнерам я практически был первым номером, это с 1986 года по 1990, да, вот я практически соревнования не проигрывал, там, я был везде первым, и рядом всегда в бок находился мой тренер, и всегда он, он был своеобразным человеком, он никогда не старался, вот когда вот, он доверял тренерам сборных команд, он никогда не вмешивался в процессе тренировок, он приходил, садился рядом, смотрел, единственное, что он там, это он всегда во время тренировок, когда серьезные соревнования, готовил чай, там, приносил варенье домашнее, там, это все, и не только для меня, и для ребят, для других, там, это, как бы, он все делился. Это, естественно, психологическая работа, это, который, это самое основное, там, навык, и, как бы, там, он всегда, там, как надо было настраиваться, как надо было готовиться, как надо было выходить и бороться, и, естественно, перед финальной встречей, да, чтобы ночь хорошо восстановился, конечно, там, это, вот этот психологический разговор прогулки, там, это мне очень сильно помогало. Основной мой тренер, там, уже по сборной команды России, это Виктор Герасович Бомьяшули, конечно, все основные успехи, которые я достиг, благодаря Виктор Герасовичу Бомьяшули, который не только психологически, и морально помогал, помогал и материально, и пожизненно, и мы, я всегда, вот, мы с ним общаемся, там, не только, вот, как бы, тренер, ученик, это мой самый-самый близкий человек, там, можно сказать, и друг, и до сих пор я с ним разговариваю, там, я никогда не говорю, Витя, всегда он для меня, Виктор Герасович, потому что он мой наставник, это мой близкий, и тот период, который мы, как тренеры, тренер-спортсмен, там, это я могу только с хорошей стороны, потому что помню те тяжелые времена 90-х, когда вот разруха, голод, холод, там, это единственный человек, который, вот, в Москве тогда мне протягивал руку, помогал, не только меня, не только меня, всех ребят, которые, там, рядом со мной, был, это был Виктор Герасович Мамешвили, а глобально сборная команда России, там, это тот период, который, там, это была, я не имею права не сказать, это, конечно, Михаил Герасович Мамешвили, потому что многие люди уехали за границу, заработок, там, это, ну, время было такое, я не хочу никого воздуждать, но это было, и костяк сборной команды мы сохранили, и вот победные традиции, которые, там, это, на высшем уровне, в костях сборной команды СССР, мы все остались сборной команды России, и во главе нашего великого Сан-Саны Шукаренина, вот, Искандарян, Дугучиев, я, Карданов, Игнатьенко, Саша, то есть, Шавхалов, Ибрагим, естественно, тренерские заботы, тренерские, там, рядом стояние, там, это всего, да, беспокоились, они помогали нам очень сильно, я никогда не забуду вот это время, и я благодарен всем, всем, которые руку предложили, там, это, помощь, не только меня, там, это, да, нашу сборную спасли, сборная команды СССР, я еще вошел в юношеский возраст, соприкосновение с составлением сборной команды, вот, лично, для меня, там, дал огромный прогресс. Конечно, я не представлял, что когда-нибудь у меня завершится спортивная карьера, но, увы, это случилось в 2004 году, в мои четвертые Олимпийские игры, конечно, до последнего, до последнего я бился, чтобы зацепиться за золотую медаль, бронза у меня была в Барселоне, но не получился, я не первый, не последний, там, потому что Виктор Михайлович Угуменов, там, многие выдающиеся борцы современности, там, это, прошлого, там, которые выигрывали мир, ну, не стали олимпийскими чемпионами, даже без медали олимпийского, у меня, хотя, есть бронзовые медали. Вот делают вот так, вот, ребята, берут заплату, вот, берут вот отсюда заплату, допустим, вот отсюда у меня, здесь это неудобный заплат, вот, левая нога, значит, вот так держишь, правая, значит, вот так держишь, и наоборот, вот так это, это большая начинка. Хочу поблагодарить Геннадия Андреевича Сапунова, потому что для меня очень плодотворно был вот этот период как тренера, как помощника главного тренера. И я очень много научился нашего великого тренера, спортсмена Геннадия Андреевича Сапунова. С 2006 года по сегодняшний день я являюсь главным тренером и работаю на этом должности. Хочу сказать, это очень тяжелая работа, не сравнить быть спортсменом и не сравнить быть тренером, это небо и земля. Конечно, легче выступать самому, бороться, чем отвечать не конкретно за одного спортсмена, а отвечать за всю команду. Вот это не должно быть, ребят. Сокус, вот нога поставить. Сокус, вот сбросок, вот сбросок. За это время у нас очень много ребят стали чемпионами мира, олимпийскими чемпионами. Это заслуга не только моя, это заслуга всей команды, тренеров, специалистов. И я с гордостью могу перечислить фамилии тех олимпийских чемпионов. Это Назир Манкиев, Исламбек Альбиев, Асламбек Хуштов, Роман Власов, Алан Хугаев, Давид Чаквитадзе. Команда, вот сейчас у нас, которая есть, это команда молодая. Средний возраст, 24-25, в любом весе, 59, 66, 75, очень сильная конкуренция, конечно. Но, как говорится, кто сильнее, тот и будет бороться на олимпийских играх. Новые правила. Но я одно говорю, всегда говорил, как спортсмен, сам себе задавал там, и сейчас говорю. Как бы там это ни было, лидер сильный должен выиграть в любом состоянии. Чтобы дрались до последнего и показали, что такое настоящий российский шпорт, как конкретно перегоринскую борьбу. Как мы тренируемся, как мы вообще живем, чтобы показать землю, комплектацию. Спасибо. Спасибо.